Добрый день, уважаемые коллеги. Злокачественное новообразование, как и заболеваемость ВИЧ-инфекции в Российской Федерации увеличивается. В настоящее время зарегистрировано больше 1,3 млн. ВИЧ-инфицированных пациентов. Количество злокачественных новообразований среди ВИЧ-инфицированных пациентов увеличивается до 6% среди учтенных пациентов с ВИЧ-инфекцией. У больных с неходшкинскими лимфомами злокачественные новообразования, такие как неходшкинские лимфомы, развиваются в 9-30% ВИЧ-инфицированных. Соответственно, неходшкинская лимфома определяет стадию ВИЧ как стадию 4В и 5 как стадию СПИДа. В Санкт-Петербурге увеличивается частота развития неходшкинских лимфом как спид-индикаторных опухолей, несмотря на успешную антиретровирусную терапию и проведение профилактики опротонистических инфекций. Неходшкинские лимфомы продолжают занимать лидирующую позицию среди всех злокачественных новообразований у ВИЧ-инфицированных пациентов и являются спид-индикаторным состоянием. Несмотря на успехи антиретровирусной терапии, профилактики опротонистических инфекций, мы наблюдаем рост неходшкинских лимфом среди заболеваемости с злокачественными лимфомами у ВИЧ-инфицированных пациентов. Кто же эти пациенты? Меняется ли как-то профиль пациентов с ВИЧ-инфекцией и злокачественными неходшкинскими лимфомами? К сожалению, в 25-30% случаев это пациенты с одномоментно выявленным злокачественным новообразованием и ВИЧ-инфекцией. Уменьшается количество активных наркопотребителей, увеличивается количество пациентов, инфицированных половым путем. С чем же необходимо проводить дифференциальную диагностику у ВИЧ-инфицированных пациентов с неходшкинскими лимфомами? С любыми инфекционными заболеваниями, туберкулезом, с любыми токсоплазмозом, ВЭП, сепсисом, любые инфекционные осложнения. Согласно распоряжению комитетов здравоохранения и приказам Министерства здравоохранения от 2017 года, диагноз злокачественного новообразования у пациентов должен быть поставлен в течение 10 дней, а лечение должно быть начато в течение 15 календарных дней. Что же происходит в реальной рутинной практике? Около 40% ВИЧ-инфицированных пациентов с специфическими жалобами на увеличенные периферические лимфоузлы имеют длительность анамнеза до 5 месяцев. С чем это может быть связано? Во-первых, это связано с сложностями диагностики как гистологической, так и клинической. Требует проведение диагностики с инфекциями, такими как туберкулез, цитомегаловирус, вирус Эпштейн-Бар. При выполнении биопсии периферических лимфоузлов нами было получено, что около 50% пациентов имели злокачественное новообразование, при этом преобладали злокачественные лимфопролиферативные заболевания. Распределение гистологической структуры среди всех лимфопролиферативных заболеваний следующее. Лимфома Ходжкина встречалась в 30%, диффузная Б крупноклеточная лимфома также составляла 30%, плазмобластная лимфома и лимфома Беркета составляли около 20%. Диагностика. Какие особенности диагностики? Диагностика. В отличие от опухолей головы и шеи, здесь специфическим является уровень CD4 лимфоцитов, уровень наличия гепатитов, ПЦР-ВИЧ, то есть подавленная и неподавленная вирусная нагрузка, обязательно проведение химиотерапии на фоне АРВТ. Дальше возникает вопрос, должен ли быть подавлен вирус до начала терапии противоопухолевой? Да, желательно, если бы мы жили в идеальном мире, наверное, так бы оно и было. Но чаще всего это одномоментное начало как антиретровирусной терапии, так и профилактики инфекционных осложнений, так и противоопухолевого лечения. Какой минимальный уровень CD4 лимфоцитов для проведения противоопухолевого лечения? Проведение противоопухолевого лечения сопряжено с риском развития инфекционных осложнений при уровне CD4 ниже 200. При уровне CD4 лимфоцитов ниже 50 сопряжено с высоким риском развития летального исхода на фоне инфекционных осложнений. Проводим ли мы химиотерапию тем пациентам, у кого уровень CD4 ниже 50? Да, проводим. И все пациенты, у кого был уровень CD4 ниже 50, в настоящее время живы и успешно завершили курсовое лечение. Говоря о прогностических факторах, для неходжкинских лимфом стандартный индекс IPI для пациентов с ВИЧ-инфекцией должен включать в себя наличие уровня CD4. 4 – вирусные нагрузки и наличие СПИД в анамнезе. Соответственно, на данном слайде показан расчет уровня IPI для ВИЧ-инфицированных. Да, это сложные расчеты, но от этого действительно зависит общая пятилетняя выживаемость. На данном слайде одна картинка показаны собственные данные, вторая – данная литература. Как вы видите, мы практически повторили успехи наших коллег. Общие принципы – это высокоинтенсивные протоколы, говоря о высокоинтенсивных протоколах для неходжкинских лимфом. Блоки или эпочь, доза зависимой. Я бы склонялась все-таки к эпочь, так как блоки требуют госпитализации в течение практически шести месяцев. И, как это ни прискорбно, больные очень часто получают внутрибольничные инфекции. Находясь в состоянии абсолютной лимфодеплеции, это опасно и чревато развитием инфекционно-токсических шоков. Короткие интенсивные циклы, короткие промежутки между курсами, обязательно профилактика поражения ЦНС, то есть введение триплетов на каждом курсе с интервалами 21 день. Лучевая терапия и хирургическое вмешательство не могут быть использованы как самостоятельные методы лечения. Возможно ли проведение химиотерапии без АРВТ? На данном слайде показаны данные литературы, которые подтверждают, что проведение полихимиотерапии без АРВТ значительно ухудшает общую пятилетнюю выживаемость по сравнению с химиотерапией, проводимой на фоне антиретровирусной терапии. В 2014 году была опубликована статья, в которой было прописано четко, что делать с ВИЧ-инфицированными пациентами, имеющие CD20-позитивные опухоли, то есть это лимфома Бергетта и это дифозная Б-крупноклеточная лимфома. Пациенту начиналась антиретровирусная терапия, проводилось два курса по ЧРР с профилактикой поражения центральной нервной системы при достижении ПЭТКТ-негативного статуса проведение еще одного курса и никаких поддерживающих введений ретуксимаба или дополнительных введений цитостатиков профилактики метатриксатом не было описано. Что же происходит в реальной клинической практике? К моему удивлению, практически 50% получают схему ЭПОЧ. Но сколько курсов получают пациенты? По-разному, от 3 до 6. И проведя перспективный анализ, мы получили следующие данные, что однолетняя выживаемость у пациентов, получивших 3 курса химиотерапии, составила 87%, 5-6 курсов – 92%. Почему проведение химиотерапии по схеме ЭПОЧ-РР 4 курса значительно снижает общую пятилетнюю выживаемость? Мое предположение о том, что это были тяжелые пациенты с четвертой стадии, с наличием экстранодальных поражений, которые могли умереть от инфекций на фоне проводимой химиотерапии. Возможно ли проведение аутологичных трансплантаций в ЭРО-РВТ? Да, возможно. Отличается или нет общая выживаемость у пациентов с ВИЧ-инфекцией или нет? Нет, не отличается. Профилактика инфекций проводится. Сроки восстановления показателей крови не отличаются от таковых у пациентов без ВИЧ-инфекции. Говоря о высоком аутологичных и аллогенных трансплантациях, мы забываем об одной нашей проблеме, которая существует как в Санкт-Петербурге, так и в России в целом. Это диагностика образований центральной нервной системы. В Санкт-Петербурге за 2018 год имелось 42 пациента с подозрительными образованиями, ВИЧ-инфицированных пациентов с подозрительными образованиями на лимфому. Ни у одного пациента выполнить биопсию не удалось. Были пациенты, кто без верификации процесса самостоятельно обращался в клинике радиохирургии, и 4 пациента из этих 42 живы. Но биопсию в Санкт-Петербурге, к сожалению, выполнить пока не удалось. Позвольте перейти к клиническим случаям. Хочу представить два клинических случая, сочетающих в себе не только ВИЧ-инфекции и неходжкинские лимфомы, но и ту коморбидность, которую мы наблюдаем. Это тяжелые пациенты в стадии СПИД и пациенты, которые знают о наличии ВИЧ-инфекции больше 10 лет. Итак, 37-летний мужчина, знающий о ВИЧ-инфекции с 2002 года, считает себя больным с мая 2018 года. Когда появилась одышка, присоединился к кашель с 2016 года, пациент получает антиретровирусную терапию, и начал он антиретровирусную терапию на уровне CD4-18. Соответственно, тяжелый больной, который госпитализировал в многопрофильный стационар, при дообследовании выявлена неходжкинская лимфома, гистологический классический нон-GCP иммунофенотип, двойной экспрессор. Пациент, получающий антиретровирусную терапию, имеющий подавленную вирусную нагрузку, а дальше – но. У пациента имелся хронический вирусный гепатит, цирротическая стадия. Несмотря на то, что пациент получает тенофавир и ламивудин, которые активны в отношении гепатита В, ранее у пациента определялся еще и гепатит В, но который в настоящее время признан серонегативным, и о нем здесь не сказано. У пациента также на момент диагностики злокачественного новообразования уровень CD4 был ниже, 167, был ниже 200. И, к сожалению, мы были вынуждены начинать лечение гепатита С уже на фоне химиотерапии второй линии. В качестве первой линии стандартная схема ЧОП без успеха на терапию, и также проведено 5 курсов химиотерапии по схеме ЭПОЧ. Прогрессирование. Вторая линия химиотерапии по схеме ТХАП с редукцией дозы практически 50%. К вопросу о том, что занижаются ли дозы или нет, у нас стационарии не занижаются, в целом в других регионах они занижаются. Далее в качестве второй линии пациенту начато химиотерапией по схеме РАИС, достигнул полный регресс периферических узлов, однако у этого пациента отмечено снижение мышечной силы в нижних конечностях. О чем думает онколог? Прогрессирование лимфомы всегда думают онкологи. Делаем МРТ, находим объемное образование на уровне ТХ2-ТХ4, расцениваем это как прогрессирование лимфомы. Что это было в реальности, скажу чуть позже. Начинаем лечить лимфому, вводим эндолюмбально метатриксатцитозар-дексаметазон до санации ликвара. На данном слайде представлена динамика цитоза спинномозговой жидкости, то есть пациент на момент госпитализации был 74,3, из которых 73 лимфоцита. Также проточная цитофлюрометрия на этот момент не выполнялась. Расценено как специфическое поражение, вводились триплеты, на фоне чего отмечен рост как белка, так и цитоза в ликваре. Были взяты все инфекции, выполнена проточная цитофлюрометрия, и по данным проточной цитофлюрометрии мы не получили специфического поражения ЦНС. Но зато получили положительный ПЦР к токсоплазме в ликваре. То есть мы получили токсоплазму с головного мозга, имея МРТ головного мозга двухнедельной давности, в котором не было ни одного очага. Спустя четыре недели у пациента было многоочаговое поражение головного мозга и нарастающий нижний порез. 27 мая, к сожалению, мы констатировали летальный исход. Так выглядела МРТ головного мозга с множественными очаговыми образованиями. И что же мы получили на вскрытии? А на вскрытии мы получили следующее. Образование на уровне ТН2-ТН4 оказалось криптококозом. В головном мозге мы выявили токсоплазмоз, прогрессирующую лейкоэнцефалопатию с GC-вирусом, ВИЧ, в ткани головного мозга. И при этом мы добились полного регресса по лимфоме. Все лимфоузлы, которые были биопсированы, гистологически не подтверждена лимфопролиферация. То есть мы вылечили лимфому, но при этом мы, как выяснилось, мы еще и вылечили гепатит С, но не вылечили пациента. Второй клинический случай. Пациент считает себя больным с января 2018 года, когда появились абсолютно неспецифические боли в области правого бедра. После дообследования выявлена Б-крупноклеточная лимфома. Пациент о ВИЧ-инфекции знал в течение 8 лет. Уровень CD4 лимфоцитов был в пределах 150. Пациент являлся ВИЧ-диссидентом, начал антиретровирусную терапию только на момент выявления лимфомы. В ликваре на момент выявления лимфомы. Положительный ВИЧ, положительный вирус Эпштейн-Бар. И пациенту проводилось лечение. Не могу назвать его стандартным. В первой линии получал ЧОП с Вилкейдом без ритуксимаба, хотя это CD20 позитивная лимфома. Третий курс первой линии – метатриксация Тазар-Вилкейд-Доксорубицин-Ритуксимаб с весьма неспецифическими осложнениями. И в дальнейшем у пациента развивается пара с лицевого нерва. При том, что наши коллеги добились ПЭТ-негативного статуса в январе 2019 года. Спустя 2 месяца у пациента нарастает мозговая симптоматика, выполненная МРТ головного мозга. Выявлен единственный очаг в ЦНС. Биопсию также выполнить не удалось. Выполнена ПЭТ-КТ головного мозга с метионином. Выполненная МРТ головного мозга. Пациенту проведено 2 курса химиотерапии метатриксация Тазар. Полнодозные 16 г цитазара, 7 г метатриксата. Лечение перенес достаточно удовлетворительно. Осложнение сепсис-катетер ассоциированный. Достигнута стабилизация процесса. Вопрос, что дальше? То есть для лимфомы ЦНС стабилизация – это, по сути, отсутствие ответа, несмотря на высокие дозы и несмотря на токсичность. Было принято решение о переходе на иммунотерапию педиван-ингибиторами и выполнении афереза периферических стволовых клеток в случае при достижении эффекта выполнения аутологической трансплантации. В настоящее время пациенту проведено радиохирургическое лечение, оценка эффекта которого расценивается как частичный ответ. Регресс опухоли – 75%. Какие же пациенты к нам приходят? Лимфома Беркета – регресс после первого курса. Плазмобластная лимфома. Так выглядела пациентка с того же слайда. А так она выглядит через три линии терапии и спустя год лечения. Плазмобластная лимфома – поражение костей изолированное. К чему мы хотели бы стремиться? К созданию единых подходов. Мы много говорим о том, что существуют стандарты лечения и обследования. Но то, что мы видим в регионах, не выполняются как стандарты обследования, так и не выполняются стандартные протоколы как первой и второй линии. Лично я мечтаю о том, чтобы ко мне приходили пациенты с уровнем CD4 выше 200, с уже учтенными межлекарственными взаимодействиями, чтобы не пришлось отправлять обратно конфекциониста для учета межлекарственных взаимодействий. Даже при всех возможностях Санкт-Петербурга – это 2-3 дня. Чтобы не было необходимости проведения профилактики туберкулеза. Профилактика туберкулеза осуществляется из-за неозидома. Это достаточно токсичный препарат. И мы на фоне химиотерапии в течение 3 месяцев до восстановления уровня лимфоцитов даем профилактику бисептолам, ацикловирам и флюконозолам. Также пациенты все идут на деконтаминации кишки, то есть не потребляют необработанную пищу. И все пациенты соблюдают диету. Вопросы для решения. Разработку единых стандартов. Получение ретоксимаба в Санкт-Петербурге для пациентов с лимфомой Беркетта невозможно. Соблюдение межкурсовых промежутков. Для тех, кто работает по МЭСам, для них учкинских лимфом – это 20 дней, по некоторым регионам – это 10 дней. Иногда осложнение требует проведения более длительных госпитализаций. И, конечно, назначение одномоментно 50 препаратов требуется проведение врачебных комиссий и мультидисциплинарных подходов. Спасибо. Спасибо большое, Анастасия Викторовна. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Лена Викторовна. Спасибо. На самом деле, смотрите, два доклада. Один из города. Санкт-Петербурга о пациентах с ВИЧ-инфекциями превентивно неизлечимыми. То есть солидные опухоли. То есть мы считаем, что они плохо поддаются на лечение. И мы говорим, мы их лечим. Мы их лечим точно так же, как и всех остальных. И другой доклад из федерального учреждения про опухоли, которые можно излечить. И мы слышим о том, что в регионах они не лечатся. То есть это тот вопрос, который я хотела Светлане Игоревне задать, но не задала. То есть вы считаете, что дискриминация этих пациентов существует по заболеванию, по сути дела. Скрытая. На них экономят. Их не хотят лечить. Так получается? А вам я другой вопрос задам. Я про регионы сейчас тогда. И тогда уже, чтобы вам дать слово, обеим поговорить. Я хотела спросить Светлане Игоревне вопрос и Анастасии Викторовне. Сколько времени эти пациенты будут лечиться от опухолевого заболевания? Все оставшееся в ЖЭМе, потому что у них же ВИЧ, по моим понятиям, есть. Это же ВИЧ индуцированное, по сути дела, заболевание. То есть как долго они будут лечиться? По очереди вам обеим. Спасибо. Можно я попытаюсь ответить на вопрос, касаемый дискриминации? Я считаю, что дискриминации как таковой нету, но есть некое незнание онкологов, инфекционных особенностей пациентов, которые имеют ВИЧ-инфекцию. И поэтому вот тот период, который мы должны затрачивать на диагностику, на начало лечения... Поставьте последнюю презентацию, пожалуйста. Возможно, именно это заставляет увеличивать тот срок, который проходит между первичной диагностикой и тем временем, когда пациент должен был бы начать лечение. Касаемо, например, опухоли головы и шеи, мы прекрасно понимаем, что это пациенты, которые достаточно быстро без лечения прогрессируют и погибают. Но, например, на сегодняшний момент у нас есть пациент, который в рамках второй линии сейчас получает антипедиодин-ингибитор абсолютно без каких-либо проблем. Это обычный человек, имеющий ВИЧ-инфекцию. Поэтому дискриминации, я считаю, как таковой нет. Есть некое промедление в диагностике и начале лечения. А касаемо второго вопроса... Анастасия Викторовна, вы будете что-то... Давайте я отвечу на оба вопроса. Касательно дискриминации... Нет, наверное, дискриминации уже нет. Если в 2008 году преобладали пациенты, которые являлись активными наркопотребителями и в лицах многих онкологов эти пациенты и остались, то сейчас это социальные пациенты, которые не представляют угрозы для своих коллег, для тех же пациентов, которые с ними лежат, которые абсолютно адекватно себя ведут и выполняют все требования. Скорее существует проблема в следующем, что это пациенты, которые попадают к инфекционистам. И потом эти пациенты, они обследованы на все инфекции, у них выполнено все, что можно выполнить со стороны инфекционных осложнений, и это затягивает диагностику опухоли. И когда они поступают к онкологам, это уже четвертая стадия с серьезными экстранодальными проявлениями и осложнениями. То есть это уже полисерозиты, болевой синдром, и уже когда поступают тяжелые пациенты, ну, давайте, я думаю, что не будем этого скрывать, мало кто из клиницистов любит тяжелых пациентов, которые лежат на отделении, и существуют стереотипы среди сестер, что да, он все-таки не такой. Это существует, и как бы брать тяжелого пациента на себя всегда большая ответственность. То есть проще сказать, что пациенту показана симптоматическая терапия, чем, что называется, как бы выводить из токсичности, выводить из какой-то полиорганки. Достаточно часто пациенты оказываются у онколога уже в состоянии полиорганной недостаточности. В регионах таких не берут. То есть по тяжести состояния, не по критерию наличия или отсутствия ВИЧ-инфекции, а уже по тяжести состояния. Существует ли проблема занижения доз? Да, проблема занижения доз в регионах существует. Несмотря на то, что во всех рекомендациях написано эпочерер, введение двойного ретоксимаба почему-то очень многих пугает. Это первая проблема. Вторая проблема. Для большинства стационаров проще провести чоп однодневный, чем пятидневную инфузию той же схемы эпоч. То есть это та схема, которая требует проведения химиотерапии в центральную вену, которая требует дозаторов, которая требует мониторинга. И здесь неважно, имеет этот пациент ВИЧ-инфекцию или не имеет. Если для пациентов, не имеющих ВИЧ-инфекции, мы не видим какой-то разницы эпочета или чоп, то для пациентов с ВИЧ-инфекцией предпочтительно проведение химиотерапии с длительными инфузиями. Спасибо большое. Как долго лечиться? Антиретровирусная терапия проводится пожизненно. Проведение химиотерапии по достижению ПЭТ-негативного статуса от 3 до 6 курсов. Если это первая линия терапии, вторая линия химиотерапии, соответственно, стандартно 2 или 3 курса с последующим выполнением аутологичной трансплантации. Вот я попросил специально поставить вот этот случай клинический. Пациент пролечен, включая аутологичную трансплантацию стволовых клеток, 3,5 года назад мы его вылечили от лимфомы. У него нет признаков рецидива и прогрессирования лимфомы. Он пролечен по гепатиту С. Он получает постоянную подобранную антиретровирусную терапию, как и должен получать пациент, несмотря на то, что он активный наркоман. Вот этот пациент. То есть, если мы говорим о тех наркоманах и нынешних, я не идеализирую ситуацию, разные есть, но есть уже вот такие, которые, как на Западе, ведутся как пациенты с коморбидностью. ВИЧ, лимфома, дракомания и так далее, и так далее, без придыхания, без какой-то искусственной ситуации, которая не позволяла бы лечить этих пациентов. Когда я ординатором показываю этого пациента на лекциях, меня часто задают вопрос, а зачем все это надо было? Зачем тратить деньги, да, такие колоссальные деньги на таких пациентов? А на кого мы будем еще тратить? Если 50% этих пациентов, они именно такие, даже 60%. Для России это все-таки еще не прошедший образ. Это такие. В некоторой регионах сейчас идет третья волна потребления инъекционных и неинъекционных наркотиков. И я не исключаю, что через 5-7 лет мы вернемся, если не будут приняты какие-то серьезные системные меры. И правильно Анастасия Викторовна говорит? Неважно, ВИЧ есть или нет. Важно, есть дозатор в отделении, есть препараты в отделении. Принес пациент ретуксимаб по программе 12-ти нозологии или нет. И будут ему проводить современную терапию. Либо будут на коленке сооружать какой-то такой самостоятельный вариант протокола и отправлять к Анастасии Викторовне, чтобы она уже там разбиралась. Потому что она уже набила шишки, она уже приобрела опыт и может вот так спокойно, уверенно говорить об этих пациентах. Вот о чем идет речь. Поэтому, наверное, нам нужно садиться, договариваться. И вот таких пациентов с дырками в правом боку, да, как южиков, лечить спокойно, междисциплинарно, передавая из рук в руки. Есть еще вопросы к Анастасии Викторовне? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Алло. Анастасия Викторовна, можно я задам один вопрос? Я так понимаю, что лечение и химиотерапия было стандартным у этих пациентов, да? А была ли модификация именно антиретровирусной терапии в зависимости от того, что они получали от химиотерапии? Модификация антиретровирусной терапии требуется практически в каждом случае по учету межлекарственных взаимодействий. И когда мы пишем консультативное для инфекционистов, клинический пример. Например, схема ЭПОЧ с Винкристином. Если мы добавляем к ряду АРВТ просто флюконозол, то доза Винкристина увеличивается в 20 раз. То есть вас должен инфекционист это просчитать и просмотреть не только то, что вы даете в цитостатике, но и какую сопутствующую терапию вы планируете проводить. Вплоть до того, что если у вас возникнет какая-то фибрильная нейтропения, что у вас там, сульфоперазол, меропинем. То есть есть препараты, которые в сочетании не только АРВТ, но и сопутствующих увеличивают концентрацию, соответственно, у вас от этого будет и расти токсичность. Есть приложение для айфонов, называется HIF iChat, где можно посмотреть лекарственные взаимодействия, где можно выбирать как противоопухолевые препараты, так и симптоматику, так и цитостатики. Соответственно, там же высвечивается обоснование, почему можно или нельзя, и какие побочные действия вы будете наблюдать. То есть я понимаю, есть методические какие-то руководства, которые вам помогают в работе. Или есть что-нибудь новое, что именно вы применяли? Есть глава в рекомендациях по лечению лимфопролиферативных заболеваний. Там есть кусок, посвященный межлекарственным взаимодействиям, но там учтены только цитостатики и антиретровирусная терапия. Про симптоматику и прочие какие-то дополнительные там не указано. То есть лично я работаю с инфекционистами, то есть инфекционисты на комиссии просматривают то, что я планирую делать с пациентом. Чаще всего это требует смены антиретровирусных препаратов. Спасибо.